МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальный эксперимент телеканала «Беларусь-2». Каждую неделю герои нашего проекта инспектируют белорусские города. Под ревизию попадают гостиницы, кафе и достопримечательности. Причем наши инспекторы должны не только хорошо отдохнуть, но и сэкономить. А определять, кому и какую маршрут достанется, будет игра «Камень, ножницы, бумага». Мой вестибулярный аппарат очень слабый. О, Боже! Барон Мюнхгаузен с вишней на голове. Вы спросите, к чему все это? Хоть ты пластом лежишь на ней, я не знаю, по диагонали. Ну, как хотите просто. Вот. Красивые лебеди вон. И вот здесь даже я слышу звуки дуды. А как здесь вкусно пахнет. Привет, это «Камень, ножницы, бумага». Что еще интересного можно посмотреть в докоре, кроме перевернутого дома? Правда ли, что в глубоком есть могила Мюнхгаузена, того самого человека, который всегда говорил только правду? Сегодня это узнают наши инспекторы Олеся и Дима. Олеся любит отдыхать дорого и роскошно. Она всегда придирчиво выбирает отели. И если что не по ней, сразу грозит написать плохой отзыв на сайте бронирования. Дима путешествует в основном по загранице. Оно и понятно, Дима дипломированный переводчик. В отпуске предпочитает совершенствовать языки и знакомиться с девушками. Привет, Олеся, привет, Дима. Привет. У меня к вам на выбор два предложения. Один в Дукору, а другой в город Глубокое. Я хочу в Дукору. Это Дукоро-Голоруссия, простите? Угу. Такое название интересное. Да, ну это такой поселок Дукора. Что-то я слышала. Я ничего не слышала. Вообще не слышала? Там перевернутый дом есть. Да, я тогда хотела. А что про Глубокое вы знаете? Сгущёнка. Наверное, у этого названия Глубокий смысл. Глубокий смысл. Да. Ну, не просто же назвали, просто так Город Глубокое. Хорошо. У вас будет возможность это всё проверить. Угу. Давайте сыграем в Камень, Ножницы, Бумага для того, чтобы разобраться, кому и какой маршрут достанется. Поехали. Камень, Ножницы, Бумага. Раз, два, три. Как говорится, лэпис ферст. Я хочу Дукору. Ха-ха-ха, глубокие. Дукора. Всё, как я и хотела. Ничты сбываются. И помните, что вам нужно хорошенько экономить. Именно тот, кто у кого получит это лучше и выиграет. Ну, что же, моё путешествие по Беларуси продолжается. Сегодня я отправилась в Пуховичский район. А именно в деревню Дукора, где есть вот такой туристический комплекс. Самая вообще главная достопримечательность Пуховичского района – это уже есть комплекс Дукора. Когда-то на этом месте была барская усадьба Ошторпа. О тех временах напоминает лишь отреставрированная брама. Ну, а я направляюсь прямиком в башню. Ну, а, конечно же, как не упомянуть вишневый фестиваль, который ежегодно проходит в городе и стал уже, по сути, международным. Там везде вишни. На самом деле, там просто реально на каждом шагу вишни. Ежегодный вишневый фестиваль собирает огромное количество гостей самых разных стран. К слову, вот на этом вот дереве изображены все страны, которые когда-либо принимали участие в этом мероприятии. Программа мероприятия очень разносторонняя. Тут и шествия вишневой королевы, и вишневая свадьба, и приготовление самых разных блюд с вишней. К примеру, сало с вишней. А что? Тоже нормально. А вот за нами находится резиденция вишневой королевы. И, кстати, если посмотреть сверху, как говорят, она прямо построена в форме вишенки. К слову, она даже благословляет свадьбы молодоженов, ну, естественно, совместно с местной администрацией. Здравствуйте. Скажите, можно мне один входной билет в ваш туристический комплекс? Шесть рублей. А карточка можно? Можно, конечно. Кроме того, есть памятник Мюнхгаузену. Барон Мюнхгаузен с вишней на голове. Вы спросите, к чему все это? Мало кто знает, что в глубоком жили родственники самого барона Мюнхгаузена. Именно поэтому он стал визитной карточкой вишневого фестиваля. Ну что, я отправляюсь любоваться красотой наверху башни. А башня-то оказалась многоэтажной, поэтому пока будешь подниматься на самый верх, можно увидеть много старинных интересных вещей. Вот лично я даже не понимаю, для чего это. А, лопатка хлебная. Вот он, куда свежий хлебушек клался. Так, просниться лопатоподобная. Друзья мои, какая же красота. Не зря я сюда поднималась несколько этажей. Вид просто захватывающий. Также достопримечательностью города является православный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Который является по совместительству одним из самых больших белорусских храмов. Он способен вместить до трех тысяч человек. Итак, главное забираться очень аккуратно, потому что ступеньки немного крутые, надо держаться вот в эту колонну. Здание построено было в 17 веке, стиль барокко. И с колокольни открывается чудесный вид на панораму города. Как сказал бы Иван Грозный из известного фильма, лепота. Ну что же, за моей спиной самая главная достопримечательность. Это перевернутый дом, который расположился на берегу красивого озера. Вообще говорят, когда туда заходишь, начинает штормить. Мне это очень интересно узнать. Мой вестибулярный аппарат очень слабый. О боже. Мне кажется, у меня кружится голова просто. Вот удивительно, это из-за наклона голова кружится? Или из-за того, что вещи расположены как-то для меня непривычно? Ай, боже, ушатывает. Наклоненные стены вызывают такое состояние головокружения. Действительно, вроде бы я стою на месте, но у меня вот так вот влево-вправо. Как-то у меня не по себе немножко. Визитная карточка глубокого – это, конечно же, его озера. Всего их пять в городе. Вот, например, озеро Кагальное. Ранее оно называлось глубоким. К слову, инфраструктура побережья на высоте. Именно поэтому она заняла первое место в конкурсе среди райцентров. Глубокое называют городом Пятиозер. То есть глубокое, а ныне Кагальное, а также Беглец, Великая, Мушкат и Подлужное. Мой вестибулярный аппарат очень слабый. О, боже. Барон Мюнхгаузен с вишней на голове. Вы спросите, к чему это? Главная достопримечательность декор – это местная панская усадьба. Билет на территорию усадьбы стоит 6 рублей. Плати и гуляй, где хочешь. Кстати, посещение перевернутого дома входит в стоимость билета. Ну а Дима на достопримечательности глубокого не потратил ни рубля. Он пересчитал все озера в городе, сделал селфи с Мюнхгаузеном и узнал, почему же глубокое называют вишневым городом. 1-0 в пользу Димы, а мы идем заселяться в гостинице. В глубоком несколько гостиниц. Ну я выбрал себе так немножко на отшибе, не в центре. Думал, там будет спокойно, посплю. Итак, инспектор Дима в номере. Поехали. Большая кровать сразу бросается в глаза. Я не знаю, то есть, ну, это она точно не одноместная. Хоть ты пластом лежишь на ней, я не знаю. По диагонали, ну, как хотите просто. Вот. Красивые лебеди вон. Вообще на территории комплекса можно снять целый дом, но так как я одна, он мне не нужен. Поэтому я сняла один номер, но... Ну, он вообще на двоих, конечно, но я одна. Стоимость 65 рублей. О, есть кондиционер. Обратите внимание. Вот. Телевизор. Не плазма, но сойдет. Приставка к нему, значит, каналов хватает. И смотрю, номер у меня внутри более-менее опрятный. Вау, тут есть даже кухня. Завтрак за дополнительную плату. По предварительному согласованию. Не, ну это здорово. Кухня прямо в номере. Для людей, которые хотят культурно провести вечер, там, попить чаю, вот два кресла уютных, там, со столиком и стаканчиками. Обратите внимание, очень интересная такая форма. Это, походу, здесь крыша идет. Ну что, пойду-ка я посмотрю уборную. У-у-у, ничего себе. Ну, вполне такая просторная. Правда, мне необычно, что уборная обшита вагонкой. Ну что, что я могу сказать? Эхо нормальное, звучит. Дальше, значит, плитка. Ну, я смотрю, каких-то трещин, каких-то огрех я здесь, прямо скажем, не вижу. Но с большего все хорошо. В полотенце также присутствует. Вешалка. То есть все было здорово, в принципе, за свои-то 30 рублей. Но был один существенный минус. Я слышал замечательно, как икает сосед за стенкой, как он, там, не знаю, практически дышит. Вот это единственная проблема. Вот ее хотелось бы, конечно, исправить. А так цена адекватная 30 рублей. Ну и беруши бы еще в комплекте давали. Дима выбрал гостиницу на окраине города, подальше от шумного центра и поближе к невысоким ценам за номера. В принципе, все верно. Дима заплатил за номер всего 30 рублей. Правда, тишину ему никто гарантировать не смог. Дима всю ночь слушал, как храпит и кашляет его сосед. Ну а что же, Олеся, за номер в Дуконе она заплатила в два раза больше, чем Дима. 65 рублей. Правда, в номере была кухня, и комфортом Олеся осталась очень довольна. 2-0 в пользу Димы. Посмотрим, сможет ли Олеся отыграться на обедах. Вообще, обедала я по настоящим старинным традициям в барской корчме. А, ну что же, настало время и пообедать. Обычно в последнее время я обедаю в столовых, но на территории Майонка Дукора столовой нет. Ура! И я иду кушать смачно в коршму. В общем, у меня плохо получается экономить на еде. Я на самом деле очень сильно стараюсь, но не всегда получается. В общем, я пошел в ресторан в центре города. Я один это слышу? Вы это слышите? Да-да, это урчит мой живот. Если у вас тоже самые проблемы, пойдемте обедать. И вот здесь даже я слышу звуки дуды. А как здесь вкусно пахнет. Боже. Мне даже потанцевать захотелось. Я, правда, не знаю, как танцевать при такой музыке. Заказала я драники, но потом передумала. Итак, я заказал себе суп грибной перловый, салат овощной, куриное филе с сыром и пюрешечка, немножко хлебушка и зеленый чай. Всем приятного аппетита! Так получилось, что я заказала салат из свиных ушек и сковородку из печи и еще соляночку. Ну что же, настал самый лучший момент, момент дегустации. Честно скажу, что самый любимый мой суп это солянка. Боже, это действительно очень вкусно. Дзен, просто дзен. То чувство, когда ты после холодной улицы приходишь в теплое кафе и ешь вкусный супчик. Я вижу здесь яйцо, картофель и колбаски. Честно говоря, я не знала, что заказывала. Это как есть выражение кота в мешке. Потому что, ну, драники пробовала, а этого я еще не пробовала. Все это обошлось мне в 30 рублей. Все не может быть идеально, поэтому поворотим второе. Фили очень нежные. Все прямо тает во рту. Но пока никаких изъянов. Но был один минус, на мой взгляд. Это цена. 9 рублей. Кажем, дзен, дзен, бумага. Раз, два, три. Хоть ты пластом лежишь на ней, я не знаю. По диагонали. Ну, как хотите просто. Вот. Красивые лебеди вон. И вот здесь даже я слышу звуки дуды. А как здесь вкусно пахнет. Драники, сковородка мяса из печи и салат из свиных ушей. За все это царское угощение Олеся заплатила 30 рублей. Ну, а что же Дима? Он же известный любитель вкусно и дорого поесть. Но на этот раз он решил сэкономить. И за полный обед заплатил всего 9 рублей. 3-0 в пользу Димы. И для полной победы ему осталось только найти недорогое развлечение в городе Глубокое. Но, находясь в Дукоре, хочется какого-то экстрима. Поэтому я пошла метать топор. Метать топор могут все, но не каждый попадает в цели. Вот и я сейчас пришла к вам. Здравствуйте. Меня зовут Олеся. Добрый день. Меня зовут Олеся. Вау! Олеся, Олеся. Как вообще? Тесен мир по именам. Скажите, вот хочу научиться метать топор. Честно говоря, никогда не метала. Ну, тогда вы по адресу, я вам сейчас все раз поведу. Давайте приступим. Глядите, она повинна крючечку выпирать. Мне плохо уже. Ничего, ничего. Задаем амплитуду полкола. Отпускаем. И она протягивает свой рух. И повинна пройти лязон. Так, куда кидать? Убер вино. Убер вино. Целимся, убер вино. Мотно. И. Не-не-не, все доброе. Олеся, не хвалюйтесь, не полохайте. Ну, ось, тут я вам уже не допомогу. Ему больше практиковаться. Так, ну давайте. Мотно. И вот. Я это сделала. Спасибо вам большое. Класс. Развлечение я выбрал немножко нестандартное, я бы так сказал. Творческое, безусловно. В общем, я пошел в местный дом творчества и народных ремесел. Первым занятием была ковровая живопись. Сейчас я закрашиваю птичку. Вообще, это называется все рисованные ковры, правильно? Да, маляванки. Маляванки по-белорусски. Мне, правда, не доверили замаливать абсолютно все, потому что это очень долго человек работал, не хочет сейчас все испортить. Но просто хочется прикоснуться к этому искусству. Вот так вот птички, вот так хвостик дорисуем тоже. Светлана, к слову, народный мастер по маляванкам, сказала мне, что я очень хорошо рисую. Перезаю привет своей учительнице ИЗО. Сейчас я захожу в гончарню, чтобы научиться хоть что-то делать. Здрасте. Затем я отправилась в гончарню, чтобы научиться делать вазу. Мастер-класс стоит 10 рублей. Я так понимаю, это самого большого горшочка 10 рублей или как? Нет. Это попробуй самому. А, а можем тогда попробовать? Надеваю передник. Такой он какой-то длинный. Люди разные бывают. Так. Довольно так высоко. Что ж, набирайте скорости. Так, газ. Так, непривычно газ слева, а не справа. Обхватываем наш кусочуверенность и большим пальцем давим. Давайте. Хорошо, что у меня ногти маленькие. Это сейчас я... Гончарный круг, правильно. А листья, да, внутри, да? Гончарная круга. Все робилось вручную. Самое старожидное здесь. Бухи неолиту, почитаешь. Все робилось вручную. А вот здесь является гончарная голова. Вот так, что-то чувствуем. Нужно и не так сильно. Посмотрите, сколько у меня теперь зрителей. Не только поделите ее, правда, еще и за. Процессы отбывают. Нет, это все тяжело, я понимаю. А вот так. Вазочку не сделаю, получился у меня горшок. Это можно все забрать с собой. Ну что, друзья мои, получился вот такой прекрасный горшок. Хотелось, конечно, вазочку. Ну ничего, спасибо вам большое. Пожалуйста. Кульминацией моего развлечения стало гончарное дело. Руки смочу и сразу что делать с ним? И вот с вашей стороны это надо цифровать. То есть, ну вот это вот от себя работает вот эта часть. Ага. А это вот здесь работает. И смеша вот так надавливать одновременно. Я понял. То есть, смачиваю руки. Да. И вот давайте. И потом беру. И вот так это все, да? Сейчас я разведу немножко. Вот так вот. О, вот это класс. Сейчас мы сделаем кружечку мечты. Ой-ой-ой, я ее порвал. Я порвал кружечку. Ничего страшного. Блин. Я, конечно, прошу прощения. Вот такой вот незамысловатый стаканчик мы приготовили при помощи Артема и советов этих очаровательных детишек. Далее стаканчик наш сушится. И потом получается вот такое вот красивое изделие. За свои развлечения я отдал 2,5 рубля. Горшок я слепила. А теперь я хочу сделать ведьмину свечу. А почему ведьмину? Ну, я думала, это что-то такое злое. А как оказывается, ведьмина свеча – это абсолютное добро. Ведьма означает ведать, то есть знать, как лечить людей травами. Воспользовалась кофемолкой и получилась из полыни вот такая вот мелкая фракция. Можно понюхать, она пахмана. Понюхайте, да, она, конечно же, такая душистая, ароматная. Говорят, при сгорании черной свечи сгорает отрицательная энергия в доме. У меня даже есть специальный черный воск для таких свечек. Ну, это вощинка, она подкрашенная. Как оказывается, свечу можно делать не только из воска, но и из вощины. Вощина – это пчелиные соты. Конечно, нам потребуется фитиль. Фитилечек наш из хлопка и пропитан воском. Ставим его на край вощинки. Кисточкой наносим траву. Да, поддерживайте ее. Дальше свечку будем катать. Краешек вощинки к фитилю прижмите. Ладошками. Две ладошки, тогда у вас ровненько получится. Сильно не прижимайте, чтобы получилось не очень туго. Можно еще ее украсить, декорировать, чтобы она стала нарядной ладошкой. Как скалкой тесто раскатывает. Слегка можно, а можно и сильно. Ну что, спасибо вам большое. Я думаю, у нас получилось все красиво, здорово. Да, можете ее взять себе в подарок. Ой, спасибо большое. Пожалуйста. Привет, Олеся. Привет, Дима. Привет, Азика. С приездом. Спасибо. Как поездка? Шикарно. Перевернутый дом. Это что-то особое. Я глубоко впечатлен. Поездка глубокая. Мне очень понравилось. Много чего можно рассказывать. Ну что, давайте считать деньги. Я знаю, что потрачено много. Олеся. Я экономила. Как умудрилась за один день так на развлекаться, я не знаю. Давай считать. Что-то много вышло, наверное. Давай сначала посчитаем твои развлечения. 27 рублей. 27 рублей. Да. Это много или мало? Чем ты думала? Бладенистой головой. Дима, по-моему, тоже зашел на мастер-класс. Я зашел на мастер-класс по ковровой росписи. А также занимался кончарным делом. За все я отдал 2,5 рубля. Но чтобы тебе было не так обидно, 25 тысяч старыми. Почему так мало? Я не знаю почему. Ну, честно, я не знаю. У тебя какие-то коммерческие наценки. Когда видят меня, сразу наценки. Они все завидят, что ты девушка такая широкой душой. Да, можешь много денег. Так, ну и что? Подводим итоги всего путешествия. В Дукоре Олеся потратила 128 рублей. Солидно. Дима. Ну, в общем, и так понятно, что ты выиграл. 2,5 рубля, что ли? Нет, 41 рубль 50 копеек. Дима потратил в городе глубокое. Вот мужчины, они такие экономные. Я возьму тебя с собой. Мы с тобой костер разведем. Шалаш построим. Шалаш поставим. И поверь мне, сэкономим еще больше. Ну что, я поздравляю Диму. Спасибо. Это прекрасный результат. И, кстати, наверное, первый раз, когда ты сэкономил на еде. Да, обычно у меня выходят солидные ценники за еду. Но я понял, что надо как-то выигрывать. И мой живопа сказал мне, что хватит. И третий подбородок вторил в животу. А мне свининка подсказала. Кушай меня, скушай. Так все и получилось. Ну, по-моему, Олеся просто осталась верна себе. Только один раз ей удалось выиграть. А так она никогда не экономит. Поэтому всегда нужно играть с Олесей. И будешь всегда победителем. Зато лишняя мотивация стать лучше и сэкономить. Это был проект «Камень, ножницы, бумага». Хватит нарезать круги вокруг дома. Лучше отправьтесь в путешествие. И проверьте все на себе. Пока. Как сказал бы, еще раз. Вообще, мы можем сказать, что если обратить внимание... Давай еще разочеки, больше иногда. Барон Мюнхгаузен с вишней. Вы спросите меня, почему, а именно потому... А уже плохо начало. Давай еще раз. Я как обычно не умею нормально петь. Подожди, а уже снимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok